Мы собираемся гулять, быстренько, чтобы пока Гриша не заплатил. Он в основном, как его в коляску кладешь, перед тем, как выйти, он начинает плакать. А Диккельс уже пытается убежать. Убежал. Постоянно поднимется, устраивает. Ну-ка, брысь. Не, ну посмотри за него, братан. Ну-ка, Диккельс. Вот здесь не работает. Господи, вот что за манеру взял выбегать каждый раз, а? Плохой котик. Давай. Фу. Да заставлю тебя, брат. Добегается. Взял манеру. Прихожу, выбегает, уже выходим из дома, беда. Быстрее, бежать. Что ты вот тут? На всякий случай взяла шапку, свою шапку сюда. Сейчас голову не успела помыть. Как-то так собиралась сегодня. Все, крики. Крики. Все, 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 выходим. Идем, идем, идем. Вы посмотрите на него. Это что за кот такой, а? Он даже в ящике умудрился найти вот эту штучку, что я делала. Это что такое? Ну-ка. Безобразная лапа. Фу. Нельзя. Видишь он какой? Вот это вор. Вор-профессионал. Все углязит. Плохой Диккенс. Нельзя так делать. Просто, я не знаю, это какой-то вор-профессионал в прошлой жизни был. Вот там лапой своей шурудит. Мистер наглость. Это мистер наглость. Такой наглый кот. Такой наглый кот. Это вообще просто. Такая наглость. Вон, ежик. Где твой подшерсток? Смотрите, какой колючка. Вообще, у него реально подшерстка сейчас такового и нет. Это вот одна волосинка. О, это я его прям дернула. Дернула тебя. Что такое наглый кот вообще? Такой наглый. Его разыскивает полиция. Сидеть. Его разыскивает полиция. А мы пришли с прогулки. И сейчас Гришаня спит. На улице, представляете, минут 20 поспал в коляске. Потом просто лежал в коляске. Для меня это так удивительно. Я думала, что где-то минимум до полугода дети на улице вырубаются и спят вообще только так. А нет, ничего подобного. Смотрите, сейчас спадет. Так и лезет туда. Вот. И сейчас я сижу за компьютером и изучаю ирригаторы. Сейчас реклама, конечно, идет среди блогеров. И по телевизору у меня на заднем фоне на работе как раз это здоровье малышева было. То, что там про ирригаторы говорили. Для зубов. Поскольку у меня столбные зубы. Вот. Меня эта тема, конечно, очень интересует. Чтобы как следует там вот прочищать все. Хоть там они и вклеены, все вроде бы нормально. Но все равно есть вот зазубрины, которые сложно почистить просто зубной щеткой. Надо либо купить мне электрическую зубную щетку, либо вот ирригатор, что действительно ли он там настолько хорош. Вообще, надо мне до стоматолога своего дойти, передний зуб свой немножко реставрировать, потому что он пожелтел и никак не осветляется. В общем, там вот пломба вот эта световая. Мне ее надо подкорректировать, чтобы она нормального цвета была. Вот. Дойти, во-первых, до стоматолога и, может быть, у него поинтересоваться. И хотела, знаете, у вас спросить, пользуетесь ли вы вот чем-то таким, помимо вот обычной зубной щеткой, да, электрической, либо вот, может быть, вдруг у вас ирригатор этот есть. Но я знаю, что ирригатором надо пользоваться сначала зубы почистить, а потом уже им как до конца, да, завершающий этап. Вот. Хотела поинтересоваться вот вообще свежим таким мнением, независимым в плане рекламы. Потому что я тут у блогера одно увидела. Рокки Мед, 2000 рублей всего стоит ирригатор. Он еще удобный, что портативный такой, да, никуда не подключается. Стала смотреть вот на Валберес сайт, и тут какие-то отзывы, что все жалуются, что вот там на второй день он перестал работать. Вот у кого-то нормально, а вот два отзыва тут, что на второй день перестал работать. Я вообще не знаю. Еще у моей подружки день рождения скоро. Я думала, может быть, ей подарить ирригатор на день рождения. Хорошая тема. И уже когда я узнала впервые про ирригатор, у меня у брата тоже больная тема зубами. Он любит там чем-то, качетами иметь. Вот. А ирригатора у него еще точно нет. Вот. И я думаю, блин, надо будет ему подарить на Новый год или на день рождения. Кстати, на Новый год и пижама, что я заказывала, до сих пор так и лежит в кровати. Новенькая пижамка. Влад как-то не любит в пижаме спать. А брат мой тут как-то похудел, но вроде бы она ему будет все равно маловато. Похудел, поправился опять. Пошел сюда в ящики посмотреть что-нибудь. Кстати, к нам сегодня должна прийти патронажная медсестра. Не знаю только во сколько. Вообще узнала случайно, что она должна сегодня прийти. Записывала Гришу. Надо за две недели записываться на прием к педиатру. И в общем записала его. И она говорит, я кстати к вам в понедельник, 8 числа приду. Но только во сколько по времени, неизвестно. Но как-то раз мы пришли, записку увидели, что оказывается она пришла. Я думала, что они только в первый месяц приходят. Они оказывается до года, каждый месяц должны приходить. Не знаю зачем, если мы к педиатру все равно приходим. Но приходит и приходит. У нас время полчетвертого. Гриша уже почти полтора часа спит. Представляете? Сейчас я возьму тарелочку. Вообще, что я хочу. У меня тут кабачки колечками порезаны. И я сейчас их хочу сделать, ну обжарить, короче, с овцом, с мукой. На обед себе такое сделаю. И сварю, наверное, сосиски. Две штуки. Что-то как-то в последнее время каждую неделю. Раз в неделю точно ем сосиски. Не знаю, что это такое. Как-то ненормальность какая-то. Короче, сейчас кабачочки сделаю. Несколько штучек. И такой обед будет. В общем, что-то медсестра не приходит. Время уже полчетвертого. Ее все нету. Я как-то не хочу, чтобы она сейчас пришла, пока Гриша спит. А то обидно, знаете. Он давно у меня полтора часа не спал дома. Все как-то минут двадцать. Все какой-то сон такой дурацкий. Так, где этот мой венчик? Яйца с мукой удобны венчиком, а не вилкой. Тогда быстрее откатышка всяких. В общем, сейчас так хорошо спит. А я там зашла на сайт Валберрис. Смотрю, знаете, что отложила. Там в корзину уже положила домашние штаны. Ну, леггинсы. Вот у меня сейчас леггинсы такие. Они коротковатые. Модис, что ли, фирма. Такие недорогие. И, короче говоря, еще надо штанишки. Я вот показывала пару раз уже свою домашнюю одежду. Долгое время я ходила в этих индийских платьях. Но они мне уже вот так вот по горло надоели, если честно говоря. А так большую часть... Ну, вот пару платьев у меня есть, которые я раньше типа на улицу, да? Ну, не типа, а на улицу ходила. Что за слово типа, да? На улицу ходила, а потом стала дома в них ходить. Ну, это не со всеми платьями я так поступаю. Ну, вот просто есть такие платья, которые вроде как они и на домашние могут идти. Но, если честно, я действительно согласна с тем, что домашняя одежда должна быть полностью домашней. То есть изначально домашней. Вот. И что у меня, какой еще вариант такой? Я часто одно время ходила. Это просто спортивные штаны какие-нибудь и футболки. Обычные футболки. Тоже как вариант. А сейчас я решила, что вот еще закажу себе одни леггинсы, пару леггинсов, да? Я буду в ней ходить и смотрю там туники. Именно, чтобы удлиненные были. Потому что на мою сейчас фигуру эту пятую точку надо прикрывать всеми возможными способами. Так что сейчас выберу в итоге, какую там в этом сайт. Мне нравится Валберис, Велберис, Вилберис, Валберис, по-моему, это относится. Там, надеюсь, я не очень брак и так шумно. Нравится он мне тем, что там можно отзывы почитать. Что кто пишет там. Большомерит, маломерит, просвечивает, не просвечивает, соответствует цвета или не соответствует. Там еще что-то. Такие браки могут попадаться при заказе. Вот, поэтому, так что надо еще немножко муки добавить. Вот, поэтому мне нравится там. Плюс в том, что не надо ходить сейчас по торговому центру, выискивать. Потому что то, что у нас есть в торговых центрах, это касается домашней одежды. Она просто не дешевая, я хочу сказать. Удовольствие это. Вот, и поэтому... А вот эти все магазины, у нас еще есть в группах несколько, я состою, совместные закупки. Там тоже трикотаж наш российский, ивановский, разный. Тоже там можно полазить, будет посмотреть, что-нибудь себе интересное. Так вот, нормальная консистенция. Вот, посмотреть там еще что-то можно будет. А так вот сейчас тунику или две скажу со штанами. Так, надо посолить. Вот, добавила масло. Сейчас начну готовить. Либо Гриша проснется, либо медсестра придет. Я же все и так все ждала, ждала, думаю, все. Я не могу ждать, я хочу кушать. Еще хочу полы помыть, все никак не помыть. Думала, Гриша проснется. Он проснулся, я его сразу положила на животик, чтобы он это... Он сейчас так хорошо, прям вот так вот сидит. До этого как-то все у него период был долгий. Он все ленится, так чуть-чуть приподнимет голову и опускает. А тут вот прям вот так вот хорошо стал держать. И я, знаете, пока все равно боюсь как-то опускать руку. Но все равно все около головы. Уже такая привычка, наверное, держать голову. И не даю свободно ему самому. Не, я даю, естественно, значит, не насильно держу, а так контролирую просто. Под страховываю, правильно сказать. Вот. И полежал, значит, на животике, поел и тут же уснул. Зато на прогулке я вам говорила, что он что-то как-то не хотел спать. Видимо, какие-то перепады идут, что-то там, не знаю. У нас опять потеплело на улице. И они же чувствительны в погоде. Здесь все маленькие. Вот. С соседкой ходили гулять. Вот. Так классно. На самом деле я думала, что не буду ни с кем гулять. Гулять, типа, неинтересно. Мне так казалось почему-то. Хотя нет. Хочу сказать, что интересно. Общие эти темы наши, мамские. У нее девочка в апреле родилась. То есть все так как-то близко, рядышком. В обмен опытом, так скажем. Ну, я-то какой уже опыт. Это на том, что, ну, и так пообщаться. Она живет на нескольких этажей ниже нас. Сейчас испекла печенье. Звала в гости. Говорит, приходите. К тауэ медсестру ждем. Вот. Медсестру. И это Игриша спит. Зато я смогла свободно потихонечку так посидеть это за компьютером. А то как-то все урывками, урывками. Так, сковородку надо было пораньше включить. Ну, ладно. Сейчас делаю себе. Ну, ладно, буду отключаться. Пуду готовить. Вот такие у меня кабачочки получились. Красивенькие, как блинчики смотрятся. И сейчас там у меня две сосиски валятся. Вот. Сейчас, наверное, сначала их съем, а сосиски отдельно с хлебушком. Съем. Это мне что-то кушать очень захотелось. Всем приятного аппетита. У нас за окном, как будто все время теперь дождик. Окна когда утеплели, и вот конденсация такая получается. Хотя там погода уже нормальная. Даже солнышко на улице есть. Если Гриша проснется в течение получаса, посмотрю по его состоянию, самочувствию. Пойдем тогда погуляем еще. В общем, что-то сегодня я как-то в компьютере немножко запропадала. Значит, всякие там интересности смотрела. Гриша сегодня у него поспал два часа. Это что-то вообще удивительное. Не знаю, с чем это связано. Но, в общем, поспал ребенок. И что? Кстати, я ждала медсестру. Но я ее так и не дождалась. Я не знаю, почему она до нас не дошла. Может быть, у нее работы много оказалось. Да, и знаете, как-то лишний раз я не хочу. В принципе, потребностей так таковой нету. В следующую среду мы пойдем и так планово к педиатру. И поэтому сейчас грипп ходит. А все-таки медсестра является разносчиком. Ну, это не знаю. На самом деле, да. Когда в такое время, да, осеннее, вот это весеннее, когда эпидемия поднимается, то чужие люди, как бы, лишний раз к маленькому ребенку лучше не ходили бы. Тем более, вот люди, которые непосредственно медработники. Вот. Поэтому она не пришла. Не знаю. Может быть, она завтра хочет прийти. Но завтра днем мы уйдем. Поэтому с утра пойдем погуляем. Но так рано она вряд ли придет. А днем, я думаю, что мы, может быть, уйдем до ее прихода. Ну, там видно будет. Ну, если она придет вообще. Так что, может, она сама подумала, что на следующей неделе. И так к врачу. Так что, чего уж там приходить к нам. Ну, вообще, что я смотрела, смотрела. Что-то я так запуталась и не поняла, что я в итоге хочу. Думала, что там из-за домашней одежды. Стала смотреть леггинсы, да. Потом зашла на наш российский сайт. Там российского производителя Иванова. Увидела там спортивные штанишки. И уже думала штанишки заказать. А сейчас в итоге вообще не знаю, чего хочу. Ну, зимой, осенью, весной. В принципе, дома удобнее в штанах ходить. Хотя у нас тепло. Можно и в платьях тоже. Летом как-то все-таки лучше в платьях. Оно как-то и комфортнее. Вот. А так, не знаю, короче говоря. Пока что. Что и как. Короче, в корзину накидала. И зависла. Ой. Что-то я раздевалась. Вообще сейчас я мыться собираюсь идти. Так что. Потому что утром как-то. Сейчас не успеваем. С утра пойдем опять погуляем. Договорились с соседкой. Просто могу и с утра помыть голову. Но мы с соседкой договорились. А она гуляет достаточно рано. Ну, для меня рано. В 9 утра. Поэтому к этому времени голова не высохнет. А феном я не люблю пользоваться. Ой. Прошу прощения. В общем, буду заканчивать. Что я снимала сегодня, опять-таки не знаю. Но сегодня реально у меня какой-то такой день прошел. Видите, я замечала, когда вот сидишь за компьютером. Да, вот сядешь за компьютер. У тебя выдастся время. То все. Вот это время, которое выдалось, оно тут же и пропало. Потому что так все быстро пролетает. Не замечаешь, что зависаешь. И вообще вот эти интернет-магазины. Чем их больше, тем хуже. Просто из тех интернет-магазинов очень много. Начинаешь в один, другой заходить. Смотришь там-сям. И больше времени даже в течение дня потратишь в этом интернет-магазине. Чем по факту, если бы магазин реально пошел. Где там 2-3 часа походил. Что-то выбрал, не выбрал. И пошел. Отталкиваясь от того, что там есть. А в интернет-просторе намного больше. Хотя я сегодня в нескольких была. Вот в закупках совместных, да. Альбомы смотрела. Хотя да. В совместных закупках там тоже несколько разных фирм смотрела. На Валберес вот туда. И под конец сейчас еще про Алиэкспресс вспомнила. Штаны там такие классные, спортивные. Я себе покупала для тренировки. И эти штаны. Представляете, я их покупала за 307 рублей. И сейчас зашла. Они стоят 1200 с чем-то. То есть на 900 рублей больше, чем я тогда покупала. Вообще уже оборзели просто. Вот рассказываю, штаны эти на тренировке я покупала за 307 рублей на Алиэкспресс. Сейчас зашла посмотреть эти же штаны. 1200 с чем-то, прикинь. На 900 рублей подорожало. Китайцы, короче, наглеют. Да, кошмар. В общем, думала как вариант. Домашние штаны очень удобные такие. Вот они трикотажные. Трикотажный, как-то там такая ткань. Ну, в общем, вот. Пока туда-сюда лазила. И в итоге уже все надоело. Уже вообще ничего я пока не хочу. Уже глаза в кучу. Пойду сейчас... Пойду в ванну, короче. Надо смыть все эти мысли. Очистить, в общем, голову. Что я говорю? Ладно. Что-то я, блин, раздевалась еще рано. В общем, пойду я заканчивать день. Чтобы мне не закончить как-то, не сформулировать мысль. Ну, в общем, ладно, заканчиваем, в общем, этот влог. Спасибо, что были со мной. До новых встреч. Всем пока-пока. Ты опять туда лезешь? Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.